Всем привет! С вами Ярослава Награмакина. Сегодня я расскажу как пользоваться часами Jet Kids Scout. Вы приобрели часы и не знаете, что делать дальше, как их установить. Вам нужно зайти в Google Play. Вот вы заходите в Play Market и вот здесь пишите Jet Kit по-английски. Jet. Вместе оно пишется. Jet Kit. Посмотрите, оригинальный значок сразу выходит, красненький, как на часах. Вы выбираете это приложение. Я уже его установила, у меня он установлен. Не написано открыть, если вы еще не устанавливали, у вас будет написано установить или установка. Щелкаете, устанавливаете. После того, как приложение вы установили, щелкаете открыть. Вы войдете в панель управления, запишите свой логин либо телефон. Я записала электронную почту и пароль. Там еще на ваших часах будет висеть значок email и QR-код. Наведете на QR-код телефон, чтобы сфотографировать QR-код и автоматически у вас все там забьется. Вот заходите в панель управления. Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Настройки. Щелкаем настройки. Номер для сос вызова. Тут можно вбить три номера. Вот вы вбили. Окей. Если ваш ребенок нажимает на сос, то начинают идти вызовы по этим трем номерам. Обратный вызов с часов. Что это значит? Когда вы делаете обратный вызов с часов, то часы сами позвонят на указанный вами номер. Естественно, я забила свой номер телефона. Это очень удобно. Ребенок не будет видеть, что идет звонок в этот момент. Он не может там что-нибудь разблокировать, отблокировать, отменить экран. Вы можете посмотреть, что происходит с вашим ребенком, где он, с кем он. Это очень удобно. Например, если ребенок находится в каком-то здании и геолокации, трудно найти его. То есть, когда он находится где-то в здании, где плохо ловит сигнал, но вы хотите узнать, что происходит с вашим ребенком в данный момент, вы можете зажать обратный вызов с часов. Пошпионить, да? Режим работы геолокации у меня стоит постоянный. Не беспокоить можете сделать, да? Допустим, ребенка, чтобы не беспокоило. И вас, ваш телефон не беспокоил вас определенный период, когда вы спите. Настройка сообщений. Номера для смс-сообщений, куда будут падать смс-ки, что вы можете. Если низкий заряд, у ребенка может прийти сообщение, если вы хотите, да? Тут же вы можете позвонить и сказать, давай-ка быстренько домой, пока телефон не разрядился. Сигнал СОС, когда ребенок нажал, вы тоже можете, чтобы вам сразу приходило оповещение. И датчик снятия, включения, выключения. Датчик снятия с руки я установила только пока этот. Телефонная книга. Телефонная книга сюда включает 10 номеров телефона. Ну, вот я вбила несколько. Там мама, папа, бабушка. Вообще можно 10 вбить. Это те номера телефона, с которых ребенок сам может позвонить с часов. Знаете, номера. Разрешенные номера вы можете сюда вбить. Это те номера, с которых он может принимать звонки. Язык и время я установила. Время расходилось с тем, которое у нас было в городе, поэтому я зашла сюда в язык время. Установила язык русский, установила время, посмотрела так, чтобы оно подходило по нашему часовому поясу. Датчик снятия с руки включила. Удаленное отключение. Если вы нажмете, то он напишет. Вы хотите выключить часы прямо сейчас? Это то, что самое главное вам нужно знать в настройках. Сделать. Найти часы, если вы щелкните, он вам покажет, где находятся сейчас ваши часы. Вообще, сейчас часы мы сняли. О, нет, это не то. Найти часы, это если вы дома их сняли часы и не знаете, где они находятся, вы нажмете найти часы, будет звуковой сигнал. Такой прикольный. Пока вы их не найдете и не нажмете на них что-то, оно не отключится. Очень удобно. Был бы еще такой сигнал на пульте от телевизора или там на ключах, тоже было бы неплохо. Награды. Вы можете почтить своего ребенка, отправив ему лайк. Так, будильник. Можете установить до трех будильников на телефоне, пока я ничего не устанавливаю. Здоровье. Можете вот посмотреть. Шагомер я включила. Вот здесь как раз включаете шагомер, где написано. Сжимаете, тогда сможете его включить. Так, видите, здесь можно настроить шагомер, длину шага, вес ребенка. В зависимости от этого он будет включать. Вот внизу красненькое это вот включить шагомер. В зависимости от этого он будет считать потраченные калории, расстояние, время сна. Тремя сна, потом будете сами. Сообщение. Можете отправить ребенку сообщение голосовое. Так, сейчас часы выключены, да? А, это сообщение, которое приходит мне на телефон. Вот. Так, геозоны. Геозоны вы можете обозначить те геозоны, после выхода за пределы которых вам будет приходить сообщение. Например, ваш ребенок никогда не уходит дальше парка или еще куда-то, и вдруг он ушел, вам будет приходить об этом сообщение. Я пока это не настраивала. История. История. Вот где мы находимся, видимо, пока. Никуда не выходили, только часы включили, приобрели, и сразу я вам рассказываю, как тут настраивать. И голосовое сообщение вы можете отправить. Вот здесь зажмете начать запись, запишите ваше сообщение, оно придет ребенку. Вот я уже отправляла запись, синенький экран. И когда ребенок нажмет на голосовое сообщение, отправит вам, вот он будет красненький приходить. Вот такое сообщение. Мне кажется, что часы очень удобные. Надеюсь, я вам помогла своим видео. С вами была Ярославна Громакина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока.